Привет, друзья! Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я, наконец, записываю ролик про наши гибер-клубы. Нет, они не закрылись спустя полтора года. Они живут, и строится уже третий клуб. Это всем ответ хейтерам, которые писали, что у нас ничего не получится. Никто не верил. И никто не верил в команду. Эти все ролики снимаются для хейтеров. Спасибо вам. В общем, у нас много чего изменилось в этом клубе, во втором, в третьем. Поэтому сегодняшняя наша задача — рассказать про то, как все у нас выглядит, сколько мы зарабатываем, какие у нас потери, какие у нас минусы, какие плюсы. Поэтому всем приятного просмотра и аппетита. Как вообще все устроено? Сначала мы открываем клуб столицы страны. Это премиум. Мы показываем всем, что мы умеем делать, какая у нас классная инфраструктура, что мы хотим вам показать и продавать, условно. Как только мы это делаем, мы открываем клуб в спальном районе. Мы это сделали в Грузии, и уже сейчас мы строим третий. Это все большая инвестиция, но я уверен, что это все окупится. Если говорить про окуп этого клуба, сегодня мы обо всем поговорим. Вообще, я расскажу вам все цифры, которые у нас есть. То есть я ничего не скрываю. Роликов про клубы не было 8 месяцев, поэтому давайте расскажу вам, что вообще изменилось у нас тут, в премиум-клубе на Канделаке. Давайте смотреть. Клуб сильно преобразился. Я не знаю, по какой причине я не записывал его. Поэтому сегодня я это все восстановлю. Давайте начнем с ресепшена. Здесь у нас появилось два телевизора, которые рекламируют нашу кухню, потому что она хорошего, серьезного качества. Цены у нас поменялись, они стали дороже. Тут у нас реклама того, что мы появились в Вольте. Вольт это типа деливереклад, Яндекс еды, доставка еды. Да, доставка, это на самом деле для нас была какая-то огромная сенсация. Мы думали, откроем по доставку, просто будем там получать долларов 100-200, и это будет очень хорошо. Но нет, мы ошиблись. Мы из-за доставки, из-за этого запуска начали зарабатывать в два раза больше с кухни. То есть сейчас у нас выручка с кухни выросла просто в два раза. У нас был даже один день, когда мы с кухни заработали больше, чем с компьютерного клуба. То есть это же очень странно. 40 компьютеров, 7 полстешнов, но мы с приготовлением еды заработали больше. Для нас это удивление, почему у нас так пошла кухня. Но она реально вкусная. Так что если вы не любите компьютерные клубы, но находитесь в Грузии, вы можете сделать заказ в Вольте, либо в Болте, либо скоро в Яндекс еде, и вам приедет наша еда. Даже сегодня, вот к примеру, перед этим роликом, мы заезжали в пиццерию популярную грузинскую, и нам не понравилась пицца в специализированном месте, где пицца должна быть вкусной. И я могу честно сказать, без предвзятости, но у нас пицца реально лучше. Попробуйте заказать ее, серьезно. Кстати, если вы сегодня заказ через доставку, вы получите один бесплатный час в клубе. Выбиваете двух сайтов, вы и кушаете, и плюс еще получаете бесплатный час, который можете потратить в киберклубе. Выручка доставки. У вас сейчас на экране сколько мы зарабатываем? Да, я думаю, что в день около 800 лар, это очень много. Я думаю, увеличение количества приложений для доставки, у нас будет увеличиваться количество заказов. И для этого нам понадобится расширение кухни. И мы это уже сделали. Теперь у нас кухни стало еще больше, и мы будем еще делать ее больше. То есть мы реально превращаемся в какой-то профильный ресторан. Мы ввели очень много новых позиций. Самое важное, мы добавили пиццы. Теперь у нас есть своя пицца-печь. Маргарита, чириза, диабло с грибами, с пепперони и четыре сыра. Супы. Мы начали продавать борщи, крем-супы, томатные, тыквенные и грибные. Как десерт мы добавили еще блины. И я напоминаю то, что это новый стандарт киберклубов, когда вы это все заказываете с компьютера, и вам это все приносит прям за стол компьютерный. То же самое, кстати, и в постсешнах. Там есть кнопочка, вы нажимаете, к вам приходит админ, делается заказ, и вы сидите, кайфуете. Оплачиваете потом. Ну и, понятное дело, если говорить про клининг, про санитарные нормы, у нас после каждого клиента упирается все от начала до конца. Спиртом, тряпочками, все ставится на свои места и так далее. То есть, если вы придете в клуб и найдете хоть одну пылинку, ну, ребят, я извинюсь публично. У нас реально с этим очень здорово. Мы следим за тем, чтобы у нас было бы все чисто. Это то, что отличает наш клуб от других. Мы реально упираемся в чистоту. И мы хотим показать этой чистотой то, что у нас и на кухне все чисто, все аккуратно. У нас много чего изменилось в баре. Это то, что мы сделали сейчас акцент на кофе. У нас он сейчас начал сильно продаваться. Мы купили свою кофемашину. Если раньше у нас была в аренду, то теперь он и наша, потому что мы все-таки поняли, что спрос есть. Также мы запустили очень интересную штуку, как смузи. Такого еще у нас никогда не было. Посмотрим, как это пойдет у нас в клубе. Но есть очень важный момент. У нас мало кто берет крепкий алкоголь. Видимо, в киберклубах все-таки нет вот такого вайба. Выпить прям что-то крепкое. Здесь берут обычно какие-то маленькие коктейльчики. Может быть, пиво. Но что-то потяжелее люди не берут. Клуб очень сильно преобразился, потому что добавилось много зелени. На стенах. Это очень здорово, потому что он стал живее. Более такой фреш. Он стал заполненным. Потому что до этого была просто белая стена. Везде. Абсолютно везде. Мы вдохновились этой идеей с зеленью, с голдания клуба. Там хорошо это получилось. И мы решили повторить то же самое и здесь. Насчет, получается, нашей стены. Кто у нас добавился? Ренатку у нас туда добавился. Легендарный человек. А тут появился Руйджин. Норберт. Гикиндер. Гипфолловер. Скоро приедет сюда мистер Шарф. Мегараш. Сжёски. А еще приезжает вроде Вилон и Злой. Вот. Надеюсь, они приедут, потому что, блин, на самом деле в Грузию не так часто люди приезжают. Я теперь понимаю, насколько развит туризм. Просто если кто-то приезжает в Грузию, то, чаще всего, они приходят сюда. Вот. И я прошу расписываться. Но я понял, что за последний год туризм-то в Грузии популярный, но не среди блогеров. Да, мы сделали эту зелень в каждой комнате. Почему бы и нет? И смотрите, как это выглядит на свету. Мне, правда, очень нравится. Я не знаю. Я уже настолько привык, что мне сложно представить клуб без этого. Представьте, здесь были бы просто белые стены. Есть очень важный момент. Мы поставили Logitech. Я считаю, что у Dark Project шикарные клавиатуры, шикарные коврики. Но в наушниках я бы все-таки выбрал бы Logitech. У нас напрашивалась замена наушников, и сейчас люди довольны. Напрашивалась, потому что там был проблемный микрофон, звукоизоляция была недостаточная. И часто были какие-то проблемы с тем, что что-то не работает. Logitech в этом плане гораздо стабильнее, и мы очень довольны, что это сделали. Мне очень нравятся клавиатуры. Dark Project прошли уже с нами полтора года, и я очень им доволен. Клавиатура ни одна вроде не сломалась. Насчет мышек тоже. Там вроде у нас 2-3 пошли на замену, но это очень хорошая статистика. А коврики, я думаю, пора уже заменять. Полтора года это уже такой срок, когда коврик нужно менять. Вот, поэтому я хочу нарисовать новый дизайн коврика и выставить его на продажу. Мы расширили кухню и убрали оттуда коляную часть. И теперь у нас коляны в отдельной огромной комнате. Посмотрите, насколько это много. Это место используется как склад и как зона, где никому не будут мешать такие запахи. А сколько у нас продается колянов в день? Десять. Раньше в ролике я говорил, что их было 5-6. То есть у нас сильно выросло. И самое важное. Помните 100 квадратов, которые мы никогда не использовали? Мы все еще их не используем. Эта зона у нас для того, чтобы поиграть в теннис, записать какое-то интервью и потусить, поиграть в покер. Больше это место никак не используется, и я думаю, через полгода мы только займемся ею. Потому что мы сейчас заняты строительством третьего клуба. И у нас просто не хватает ресурсов от финансовых до человеческих, чтобы заниматься идеей, что тут сделать. Давайте закончим с этим клубом, и я озвучу его выручку. Сейчас у вас на экране показывается, сколько мы заработали условно в прошлом месяце с бара, с кухни, с доставки, с компьютерных часов и fullstation. И пределы у этого клуба по нашим меркам при текущем количестве компьютеров, я думаю, что около 250 тысяч лар. Маржа обычно у клубов около 35-40%. То есть это очень хорошие деньги. Но если рассматривать альф-клубы, то там гораздо больше маржа. Мы уже в Голдане. Это наш второй клуб. Давайте я вам покажу, как у нас все выглядит. Это у нас буткемп на 5 компьютеров, которые, кстати, пользуются популярностью. Маленькие комнаты по 2 человека, и они постоянно заняты. То есть как работает система. Сначала заполняются вот эти вот маленькие комнаты, потом уже большие. Тут у нас второй буткемп. И очень важный момент. Многие люди, когда заходят в наш клуб, либо смотрят видео, они не замечают одного. Ребят, тут у нас нет корпусов, нет компьютеров. Стена и стол. Все. Все компьютеры у нас спрятаны в этой стеночке. Это наша оригинальная идея, которую мы постоянно повторяем. В третьем клубе будет такая же история. Тут у нас склад на 4 компьютера. И то же самое у нас здесь. Вот, насчет полной посадки, на самом деле она бывает. Не так часто, как было в Канделаке. Но клуб развивается, ему там 3 месяца вроде. И сейчас тенденция у нас приятная. Но есть очень важный момент. Сначала мы запустили этот клуб с ценами, которые были в Канделаке. И это было, наверное, странное все-таки решение, потому что это все-таки лайт-клуб. И он должен быть дешевле. И это тем более спальный район, не бизнес какой-то райончик. Поэтому мы запустили клуб на ценах Канделаки, премиум-клуба. И можно сказать, что ошиблись. После этого мы сделали цены ниже. И пошел трафик. Ну а также мы сделали дополнительную скидку для студентов. И это привлекло очень большое количество людей. То есть это спальный район, где наша задача привлекать как можно больше людей. И попадание в целевую аудиторию студентов, это было очень правильным решением. Чувствует он себя неплохо на самом деле. Если говорить про его выручку, то сейчас он бьет свой рекорд. Он на своем прайме. Но что самое интересное, лайт-клуб для того, чтобы начал работать за боев прибыль, там достаточно заработать 400 лар в день. И все. Дальше это уже все прибыль. А в премиум-клубе 2500. То есть разница в 5 раз. Маржа в лайт-клубе очень большая. Потому что просто нет особых расходов. В этом-то и ценность лайт-клубов. Потому что они строятся дешевле, быстрее. И у них гораздо приятнее маржа. Если рассмотреть, сколько зарабатывает сейчас лайт-клуб, то у вас сейчас на экране срок, когда он окупится полноценно. Я считаю, что это неплохо. Третий клуб. Он существует, он строится. Мы его давно уже себе взяли. Скажу так, мы его купили, это помещение. И он ожидал, пока мы к нему вернемся. Я тут не был полугода. И что могу сказать? Я смотрю на это все как будто почти в первый раз. Мы с Кочем сразу сделали, как будет выглядеть комната. Какое они займут расстояние. Получается, вот здесь будет два компьютера. Где я стою, будут компьютеры спрятанные в комнатах. И таких у нас будет четыре. А здесь у нас то же самое, только уже на четыре компьютера. А тут у нас, наверное, будет еще диван и четыре компьютера. Ну, я жду не дождусь, когда здесь что-то изменится. Я думаю, что мы можем вернуться сюда уже через три месяца. И тут будет готовый клуб. По комплектующим в этом клубе все будет то же самое, что в лайт. Я абсолютно от начала до конца. Единственное, что здесь будет отличаться от лайт, это то, что здесь, возможно, будет пустешн. В общем, если возвращаться в тот прошлый ролик, где я был здесь впервые и сейчас, да, изменилось тут, по сути, ничего. Сегодня какая-то грязная работа. Но весь контент будет сниматься, наверное, через полтора месяца, когда здесь уже будут стены, покрашенные потолки и так далее. Я думаю, что он будет зарабатывать в два раза больше, чем Goldani. Потому что, скажу вам так, в Avlobar больше целевой нашей аудитории. Вот, поэтому я жду не дождусь, когда он откроется. Идиволе, там очень будет специфичный дизайн, который мы еще никогда не тестировали. Мы сейчас пытаемся найти свой стиль, найти свой вкус, который мы будем использовать в дизайн-коде наших клубов. Грузия – это как раз-таки тот самый фундамент, который мы будем расширять на все страны СНГ и, может быть, в Европе. Я постарался рассказать от начала до конца все, как у нас устроено. Какие у нас выручки, какие у нас проблемы, плюсы, минусы. Я надеюсь, что вам понравился этот материал, и он для вас был полезным и интересным. Жду вас в Грузии. Приезжайте, смотрите, как мы все построили и ощутите все это на себе. Не через видео, а вживую. Я думаю, вы не разочаруетесь. До следующего ролика. Встретимся уже в открытом третьем клубе.